В Самаре опубликовали результаты очередного мониторинга минимальных цен на продукты первой необходимости. Где можно сэкономить и купить самые дешевые продукты, рассказывает телеграм-канал Самарагист. Например, в гипермаркете Красноглинского района десяток яиц можно приобрести за 85 рублей. А на ярмарке на пересечении Киевска и Тухачевского килограмм говядины без кости за 370 рублей. В областной столице заработал проект «Школа вожатых-2024». Уже пять лет команда педагогов обучает подростков профессии вожатой. В этом году произошел самый большой набор – 105 участников. Учениками становятся ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Лучших выпускников трудоустроят в летние лагеря с помощью молодежного центра «Самарский». Подробности в программе события на телеканале «Самарагист». В Большеглушицком районе произошло смертельное ДТП. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с двумя автомобилями. Погибли два человека – 33-летний водитель «Хёнде» и 35-летний пассажир «Камри». Двух пассажиров «Тойоты» доставили в больницу. В Челновершинском районе сегодня улетел в Кювет школьный автобус «ПАЗ», сообщили в ГОМВД России по Самарской области. Автобус съехал с дороги после того, как в него врезалась «Лада Калина» под управлением 26-летней женщины. В момент ДТП в автобусе находились 8 детей. Никто из них не пострадал. Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. Таким сигналом могут быть слова «Оформление заявки на кредит». Следует положить трубку, так как любое произнесенное после слова может помочь мошенникам оформить займ. Также следует насторожиться, услышав такие фразы, как «Специальный или безопасный счет», «Помогите задержать мошенников», и «Стекает срок действия сим-карты». Россия вошла в топ-10 стран по качеству общего образования. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Доступность школьного образования в России составляет 99,4%, а в школах полностью ликвидировали третью смену. К настоящему моменту открыто рекордное количество новых школ – 1179. Отремонтировано более 3,5 тысяч учебных заведений по всей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова